Миллионы людей пользуются интернет-площадкой Алиэкспресс, но мало кто знает, с чего всё начиналось и с какими трудностями пришлось столкнуться её создателю на своём пути. И сегодня я вам расскажу, каким был Алиэкспресс до того, как стал известным. Всё началось с создания Alibaba Group в 1999 году. Джек Ма, он же Ма Юнь, и 17 партнёров создают сайт Alibaba.com, который был предназначен для торговых операций B2B, что значит «бизнес для бизнеса». Ну там, станки, транспорт, торговое оборудование и всё такое. Но давайте отвлечёмся на минуту на самого создателя компании. Джек Ма, как и большинство крупных предпринимателей, не был с детства благословлён на многомиллиардные счета и рос во вполне обычной семье музыкантов. Ещё в раннем возрасте решил выучить английский язык и даже бесплатно подрабатывал гидом в родном городе для разговорной практики. Позже, в 1988 году окончил педагогический институт Ханчжоу по специальности преподаватель английского языка и устроился туда же его преподавать, зарабатывая при этом около 15 долларов в месяц. В дальнейшем он увольняется с этой работы и долгое время не может найти замену. Как он сам говорил в одном из интервью, его не взяли даже помощником менеджера в KFC. Переломный момент произошёл в 1995 году, когда Джек Ма в качестве переводчика в составе торговой делегации отправился в Сиэтл, где один из его друзей показал ему интернет. И порыскав какую-либо информацию на поиске Яху, да-да, Яху, Гугл появился только спустя два года. В общем, там он не находит никакой информации о своей родине и это его разочаровывает. Да настолько, что он вместе с женой и другом наскрёбывают по сусекам 2000 долларов и создают сайт и компанию. Как думаете, какую? А? А? Правильно, китайские жёлтые страницы, которая занималась созданием веб-сайтов и вот что вспоминает Ма по этому поводу. В день, когда мы подключились к интернету, я пригласил к себе друзей. Мы три часа ждали, пока загрузится полстраницы. В ожидании мы выпивали и смотрели телевизор и играли в карты. Но я был так горд. Я доказал своим гостям, что интернет существует. Офис, как и у большинства начинающих, располагался прямо в квартире. Спустя три года после создания выручек компания составила 5 миллионов юаней. Это что-то около 800 тысяч долларов. Далее в течение года Джек Ма успел побывать госслужащим в китайском международном центре электронной торговли. И уже после этого он создал с 17 друзьями Alibaba Group, на создание которой потребовалось 60 тысяч долларов. И казалось бы, вот оно. Сейчас как попрёт, но нет. Даже после венчурных инвестиций в размере 25 миллионов долларов, в период с октября 1999 по январь 2000 года, компания несла колоссальные убытки. И лишь в 2002 году, после разработки системы, позволяющей экспортерам из Китая находить клиентов в США, прибыль компании составила 1 доллар. И начала расти высокими темпами. И вместе с выручкой росла и сама компания. Так как важно всегда двигаться вперёд и реинвестировать в рост и расширение. Были созданы подразделения Alipay, Alimama и Taobao. А после в 2010 году и наш любимый Алиэкспресс, который между прочим в 2017 году стал самым популярным интернет-магазином в России. Главный офис Алиэкспресс располагается в Ханчжоу и представляет собой небольшой город со своими кафе, спортивными площадками, фитнес-залами и офисами для 40 тысяч штатных сотрудников. А Джекман на данный момент является председателем совета директоров Alibaba Group и владеет всего 7% акций компании. Но даже этого хватает для того, чтобы оставаться самым богатым человеком в Китае. Как вы видите, путь к богатству был довольно сложным. И были падения и разочарования. Не каждый сможет удержаться на плаву, когда ты вложил много денег и времени в компанию, а она продолжает нести убытки. Главное всегда трезво смотреть на ситуацию и искать пути решения, а не биться в истерике, что ничего не получится. Идите к своей мечте и быть может тогда о вас или о вашей компании. Также будут делать видеоролики недоблогеры типа меня. Пока!